Добрый день. Я думаю, что вы достаточно мужественные люди, которые пришли в субботний день, вышли из дома и дошли вообще куда-то просвещаться, чтобы много узнавать. Почему я сегодня пришла там с театр? Ну, во-первых, потому что это меня за мной интересует, и, видимо, вас интересует, раз вы сегодня сюда пришли. А во-вторых, театр сегодня в России – это один из самых актуальных видов искусства. То есть в какой-то период времени то или иное искусство выступает на первый план. Вот сегодня это театр, потому что вокруг него очень много споров, очень много каких-то скандалов, обсуждают. Недавно был скандал про цензуру в театре и так далее. То есть сегодня театральная жизнь настолько бурлит, может, мы это не чувствуем, потому что пока бурлит в Москве, до нас там какой-то булька не находит только. Но тем не менее это факт. И сегодня очень много появляется нового в театре. Сегодня театральные люди ищут новый язык коммуникации, потому что считают, что старый язык традиционного отношения зрителя и актеров, которые с одной стороны съят в зале, с другой стороны актеры на сцене, и кто-то уже устарел, и сегодня люди уже не верят, что кто-то может проживать что-то на сцене, что это фарс, что эти все декорации, это уже невозможно, ну и так далее. Поэтому появилось много форм, о которых я сегодня хочу поговорить с вами. Я говорю сразу, что это меньше касается провинции, больше касается европейской части, Москвы и Санкт-Петербурга, потому что там наша культурная столица. До нас это дошло в меньшей степени, и все крики о том, что куда мы катимся, если они сегодня возникнут, куда катятся первые спе-театры, они не совсем правомерные, потому что в основной части театр такой же, как и был. Он остался прежним, и вполне традиционная модель зрителя и актера осталась прежней. То есть я думаю, что все, что вы смотрели, вы сидели в креслах, а актеры играли на сцене, и ничего там такого экстраординарного, шокирующего не было. Вот, начнем мы, можно на первый слайд, с вербателем. То есть у нас тема звучит, как смотреть современный спектакль. Самое главное в современном спектакле, когда вы приходите, это не бояться и быть готовым ко всему, то есть к любым взаимодействиям. Например, вы приходите в театр и видите там историю своей жизни. Ну, в прямую. Актер рассказывает про вас. Что это такое? Это как раз жанр вербателем. Он стал очень популярен в 2000-е годы. И как раз вот на слайде представлен фотографию спектакля «Контакт Тревел». Может быть, кто-то видел? Видел кого-то? Ну, это был скин спектакля. Это был скин спектакля в ТЦ Европасе, после как раз лаборатории, когда приезжал московский драматург Марина Крапивина, по-моему, была. И вот она рассказала о технике создания вербателем. И ребята, известные артисты и все желающие, попробовали воплотить эту технику в жизнь. То есть смысл такой, что актер вместе с драматургом выходят в город, желательно сами, и опрашивают людей, ну, либо своих знакомых, либо незнакомых людей. И собирают всю информацию, все разговоры на таптофор, то есть это прямое общение. И потом оно воспроизводится дословно. То есть вербателем переводится с картинского как дословно. И когда вы расшифровываете эту запись, артисту надо записать все интонации, все точки, все эггони, мэггони, все неровности речи. То есть вербателем – это не литературный текст, а текст разговорного общения. То есть мы здесь не выбираем самое главное, что нам кажется, что человек самое главное сказал вот это, а вот то, что он там задумался и сказал, вы знаете, я как бы это, это не считается. Вот как раз вот всё вот это, это и составляет текст вербательного. Пришёл он к нам из Англии, из Европы, соответственно. Там это уже история очень давняя, документального театра. У нас она относительно новая. В 2000 году представители театра Royal Court английского экспериментального театра приехали в Москву и провели лабораторию по вербатину. Они рассказали свою технологию. У них у англичан она очень жёсткая, и надо записывать все разговоры вплоть до точек, до интонаций, до неровности. То есть записывать, стенографировать полностью весь текст. И в основном интересовало-то наших русских представителей вербатина те слои населения, которые раньше в театре не были. То есть это маргинальные в основном слои. Это были и наркоманы, и проститутки, и, например, заключённые женской колонии. Они приезжали и с ними разговаривали. И представляли потом спектакль вот об этой колонии, которой зрители не могут ниоткуда узнать вот об этих людях, ну, о женщинах, которые там убили нескольких своих мужчин, которые не раскаиваются и так далее. Вот эту новую реальность зрители больше ниоткуда не могут подчеркнуть, вот кроме как театральной сцены. Поэтому в театр потянулись люди, которые никогда там не были. Это потянулась молодёжь, потянулись какие-то люди, ну, не совсем-таки интеллигентные пошло строить. Это было обновление публики своеобразной. Первым спектаклем в жанре вербатин как раз был спектакль с моей родиной, с Малой, с Кемеровым. Там у нас театр ложи существует такой, который организовал Дришковец. И они ездили после вот этого семинара в Москве по вербатинам, они ездили к шахтёрам на шахты, ну, у многих родники шахтёра, у многих друзья, и они разговаривали с ними. И собрали очень интересный материал вот о жизни шахтёров, о вот этой профессии, которую, в принципе, обычно человек не знает, потому что даже если у тебя отец шахтёр или брат, то ты не знаешь вот этого нервогреческого какого-то слома, который происходит там внизу. И они рассказали тебе весёлые истории, но потом в конце спектакля выникало ощущение, что они идут туда каждый день, готовясь не выйти оттуда. То есть это вот такая была история, история вот этой опасности профессии. И вот она выразилась через вербатин как раз очень ярко, потому что там ничего напрямую такое не говорилось, а вот текстом обычного человека говорились такие интересные вещи. Ну, если хан-трэвел был достаточно такой, вербатин очень поверхностный, потому что ребята за очень короткий срок выходили и просто говорили там с людьми в кафе, на остановках, и они рассказали какие-то просто истории жизни, там, как они приехали в Хантамансийск, или что им здесь нравится, почему здесь люди такие там открытые, закрытые. Очень такие простые истории. То, в принципе, на вербатину важно погружение в человека. И если мы берем, допустим, какую-то среду, тех же актеров или заключенных в колонии, то желательно провести, как говорят драматурги, там, ну, месяц хотя бы. И вот постоянно с ними общаться. И набирать этот материал, мы будем это набирать, набирать это потому, что степень доверия, тогда она будет больше. И мы записываем не просто истории жизни какие-то, а мы прослеживаем вот как раз эту группу какой-то зерной. И вот для вербатина это как раз влажно, проследить вот эту сущность, вот этой группировки, которую выбирают, или какого-то социального слоя, или вот города. Очень часто берут горожан, там, очень много сейчас вербатимов по внутри города, которые опрашивают просто людей на улице, потому что это очень востребовано, все хотят прийти и посмотреть, как массивцы говорят, там, как говорят, воронежцы, и мировчане, и так далее. Это и для публики полезно, и драматурги, собственно, московские, так этим часто и занимаются. Они приезжают в провинцию и учат людей вот этим вербатином, техникой. Так, можно следующий слайд. Значит, вербатин пошел из театра ДОК. Театр ДОК, такой театр в Москве, слышали, может быть, про него что-нибудь. Он возник как раз тоже в 2000-е годы, как реакция на театральные события, которые в 90-е годы же у нас открылись вроде как все границы, и стало все можно, там, происпала цензура и так далее. Но на сценах все так же продолжали играть классику, все так же те же костюмы, декорации, и, по идее, прорыва в новую свободную реальность не произошло как такового. Многие театры просто закрылись, потому что не было денег. И театр ДОК решил, что они будут играть только то, что они пишут сами. Без какой-то обязательности, без задания, без классики, без всего. Они будут играть то, что их волнует, то, о чем они думают. И собрались инициативные грамматурги и режиссеры. Целый был театр Елена Гремина и Михаил Угаров. Сибирная пара. И вот они начали собирать вокруг себя ненамышленников и писать пьесы, и ставить их. Сначала это были документальные пьесы, где они определяли ноль позицию свою. То есть они говорили, ну, мы показываем документ, этот невербател, реальная история людей, но мы не показываем свое отношение к ним. Мы вам показываем, как это было. Например, у них был спектакль «Сентябрь ДОК», он, по-моему, назывался, про события в Беслане, про школу, которую... Вы помните эту историю, где погибло много людей, террористы захватили школу. И вот они там представили некоторые... Изучали там разговоры в интернете одну сторону, другую, потому что там была очень тяжелая конфликтная ситуация между народами, между кто прав, кто виноват, там было очень сложно разобраться. Потому что, ну, естественно, виноваты террористы, но то, как это все происходило потом, как происходило освобождение этой школы, было очень много жертв. И вот они представили одну сторону, рассказ одной стороны, который говорили, что их друзья погибли в святой смерти, вот террористы там за освобождением. Ну, в общем-то, это была священная война, и с другой стороны, были свидетельства, соответственно, там родителей, и, ну, те люди пророссийские, так сказать, которые были на стороне России. И этот спектакль взорвало общество, потому что, ну, соответственно, это очень... Тема такая больная была. И всегда тема больная, когда происходит трагедия, как и сегодня, с одной стороны, там, когда упал, смотрел, все говорят, вам так вот и надо, другие говорят, что все это ужасно и так далее. А вот они говорят, ну, вам показаны документы, вы сами решайте, кто прав здесь, в этом случае. И так были сделаны многие спектакли. Был у них спектакль «Час Магнитского», не «Час Магнитского», «Час 18» он назывался, «По делу Магнитского». Может быть, слышали тоже такое дело политическое, какое-то такое было социальное, там, где осужденному у него была какая-то болезнь, и судей ему надо было постоянно горячую пищу принимать, а судей ему не дали кипяток, горячей воды. И когда он просил в суд, что дайте мне хотя бы кипятка, все говорили, ну, если что-то там требуешь, ну, он не был осужден. Он не был осужден, но тем не менее он погиб, и... А что с ним случилось? Мучить больницу. Так, ладно, вот, видите, это очень всегда очень больные тела, и вот театр как раз этим и занимается. Да-да-да, и вот театр только имел какую-то позицию по этому вопросу, и он рассказал, как они думали. Они собрали документальные свидетельства и судьи, там, и врача, и кто в тюрьме их сопровождал, и каждый, и главный посыл в том, что каждый говорил, что я ни при чем, ну, как бы, что я мог бы сделать? Я не должен был там ему носить воды, я там не должен был проверять его состояние. То есть, как бы каждый был прав по-своему, в принципе, это никогда не входило в обязанности судьи, там, помогать ему или еще кому-то. Ну, а в общем, вырисовалась такая картина, что все были ни при чем, и все оказались равнодушными, и посыл театра был такой, что тотальная равнодушность в обществе царит. Ну, по-моему, там можно спорить, как это было, но это вот позиция театра, это гражданская. В чем театр ДОК характерен, что он свою гражданскую позицию искалит. Мы думаем так, как думаете вы, вы можете выскалить там своими какими-то средствами, а мы через искусство это выставляем. Тоже был резонанс, и начали пересматривать эти дела, и начали копаться, кто там минуар, кто прав. И вот это одно злодейство искусства, когда оно влияет непосредственно на общество. Потом театр ДОК поставил, спрятали болотное дело по материалам. Они собрали, это был очень милый спектакль, я его видела. Ну, не то, что милый, но он безобидный вообще, он не политический совсем. Там собрали родственников, тех, кого посадили в результате этого болотного дела, парней там, и ребят. И родственники просто рассказывали, как им живется вот без своего родственника, как они это переживают. И вот, и что люди до сих пор сидят там по этому болотному делу, что многие там осуждены как-то были, просто не за что, там кто-то вышел на мыльцу, кто-то в магазин прошел. Ну, то есть... Что-то ты делал, что это... Нет, давайте мы не будем сейчас обсуждать, как было на самом деле. Так, хорошо, у нас, я надеюсь, не подмет Гитлер власть. В данной аудитории... Ладно, про политику я сегодня говорить не буду. Здесь я вынесла спектакль, который... Ну, такой напрямую политический, он уже ничего не скрывал, они им просто сказали, что Путин... Ну, в общем... А так, в свое отрицательное впечатление о Путине... Это, так сказать, Бернус Путин. Он, это было как кассатива, значит, наверное, очень грубый, там все шутки такие, очень ниже пояса, все очень грубо. Но... Это был... Он очень имел популярное... Популярное большое в Москве, ну, потому что, соответственно, противников Путина очень много, и действующей власти. И тут очень активно ходили, поддерживали. Кто был против оппозиции, он очень много вдохновлял. Ну, интересно то, что этот спектакль постоянно дополнялся. Вот что-то... Можно там пролистнуть немножко... Слайд. Это что? То вот... Нет, ну... Когда пошла шутка про то, что Путин очень похож на этого Добби, то вот они придумали такую маску, и выступали... половину спектакля актера проводил в такой маске, когда появлялись какие-то шутки там про Жану Путина и Путина, они добавляли их снова. То есть этот спектакль, он был построен на таком площадной сатире, и жил постоянно обновляясь. Не было конкретного текста, а вот все шутки, которые... колкости, что-то политическое происходило, это все спектакль добавлялся. Вот это такой политический театр. Надо сказать, что политический театр может позволить себе только независимая площадка. Театр Блог не финансируется государством, и, соответственно, такого бы никогда не одобрила власть, которая поддерживает театр. И они существуют на свои средства, на средства спонсоров, поэтому им все равно. Если государственный театр позволит себе такое, соответственно, он потеряет дотацию, он будет в опале, его докроют и так далее. И поэтому прямого политического театра какового в России нет, в государственных театрах. Но, естественно, каждый пытается как-то свою позицию даже про политику высказать, и это часто все выливается в каких-то современных постановках, где намеки всегда существуют, намеки, или в классике, допустим, там, Ревизор, это же очень такая тема, где можно высказаться на политические темы через классические. Давайте дальше. Ну, вот, именно изначально у них была позиция, как я говорю, у нас ноль позиции, то есть мы показываем фотографии. Вот одна сторона, вот другая сторона, делать выбор сами. То есть, чтобы зрителя, заставить зрителя решать, обратить внимание на очень важные социальные какие-то моменты и сделать выбор сознательно. Потом они от нее отказались, и у них была позиция своя, гражданство. Они считали, что театр должен выполнять важную социальную роль. То есть она не только заканчивается областью искусства, а что театр должен влиять непосредственно. То есть, они говорят, что, ну, какие-то такие резонансные дела, что, вот, полотное дело, что там, у нас такая диктатура, суждены, там, неправомерные были люди, они сидят до сих пор, там, про Магнитского, что тоже власть, она людям равнодушна, и так далее. и вот это яркий посыл, и через него, они искали вот своих, которые мыслят так же людей, которые что-то делают, и вот они это сделали, делают спектакли, потом какая-то идет волна, где люди потом идут, там, какие-то протестные акции, и так далее. Телефы ставят так свою гражданскую позицию, они не считают, что искусство должно быть просто таким декоративным. Вот это их такая позиция, что он должен быть действовать. Вот очень интересное направление, которое буквально совсем в России новое, ему буквально пару лет, даже год. Это интерактивный, иммерсивный театр, иммерс, то иммерс, это по-английски «вовлекать». Это театр, где зрители перестают быть пассивными участниками. И здесь, как таковой, нет стороны актеров и стороны зрителей, а зритель должен вмешиваться напрямую в действия, в действия, происходящие на сцене или не на сцене. Почему не на сцене? А спектакль не проходит. И оно пошло вот, сегодня у нас очень много хвестов, как вы знаете, вот таких проводится, где люди приходят так развлекаться, вот они попадают в какую-то игровую ситуацию, и они должны выполнять какие-то задания, и так далее. это вот от желания участвовать, в какую-то другую реальность попасть. И вот вышел тогда же недавно совсем этот сериал «Вер дикого запада». Может быть, видели кто-нибудь. И как раз там показана картина от этого иммерсивного спектакля, где человек попадает в декорации дикого запада, допустим, и может там делать все, что угодно, там поубивать этих индейцев какой-то устроить. Выходите. Да, прямо здесь. И вот на волне всего этого это тоже пошло у нас с Европы. Соответственно, английская компания «French Drunk» вот это сделала спектакль в Нью-Йорке «Sleep No More». Это по мотивам «Магбета Шекспира». «Магбета». Они сняли отель большой. Там придумали очень много каких-то декораций, купили много каких-то вещей. И люди приходили, всем раздавали вот такие маски. Они ходили по этому отелю в свободной форме и везде происходили на каждую локацию. Там был куча номеров. Мог зайти там в любой номер о том, что происходит. Мог потрогать, пощупать весь СССР. у этой музыки, которая находится там. Было задействовано огромное количество актеров, которые разыгрывали какие-то перформативные какие-то действия. Что-то такое пластическое. То есть текста там было достаточно мало. Но это развлечение настолько популярное в Америке, что оно постоянно производится. И многие ходят туда по 10 раз больше, хотя это не вешевое удовольствие. Потому что они не могут обойти все и потрогать все и посмотреть каждую комнату. Поэтому надо вернуться и еще раз это все посмотреть. И вот один из деятелей российского шоу-бизнеса это был Мигель. Мигель, я может быть, знаете, он там участвовал в танцах созвездованием, вот это все такой танцор, потом я даже не знаю, танцор-музыкант. Потом как бы он на этом действии и просто вышел, заплакал, почему такого не может быть в России. Принеснуть, пожалуйста. И связавшись с какой-то американской компании, они произвели в России что-то наподобие. Они сняли особня 19-го века, сделали декорации и поставили инверсивную специальность вернувшимся по пьесе Ипсона «Привидение». По пьесе это очень относительно, потому что это как бы по впечатлениям этой пьесы там происходят какие-то перформансы, какие-то голые женщины танцуют, мужчины тоже что-то пластические показывают не нравятся, астерам тоже мало, но вы также можете свободно ходить по этому особняку и трогать весь реквизит, смотреть, вас могут как-то вовлекать, могут вас увезти в какую-то комнату, могут с вами как-то взаимодействовать. То есть это такой прямой контакт. Это театр, такая бродилка, то есть вы там ходите, и люди тоже возвращаются сюда, потому что они все посмотрели, и снова ходят по этому особняку. Тоже очень модное развлечение сегодня в Москве. Где-то тоже не дешевое, там от 5000 до 30, билеты и люди возвращаются. Перелеснись, пожалуйста, там. Еще один такой проект сделал Максим Гиденко, это такой сегодня колонгардный представитель театра, он много перфомансов делает в Москве. И вот его проект тоже совместно с Европейской компанией «Черный русский» сделан его мотивом Дубровского Пушкина. Тоже он играется в особняке. Но там есть заданный сценарий вот там любимые такие маски маски оленей может быть плохо видно зрители и там полонар «Черный русский» Ну, «Черный русский» понятно, что Пушкин это «Черный русский». Вот. И он сделан на иностранцев он крутой большое впечатление потому что там собраны все такие унифы России. Там вот поет здесь изображена поет валиткой водкой там в начале представления встречают вроде бы возле входа проводят потом зрители выбирают одно из трех направлений это там «Вы можете следовать за Машей», «Вы можете следовать за Троекуру» или «За Дубровским». И каждый из групп смотрит свой спектакль потому что они за ними за этим всем коридором и везде разыгрывается своя история чтобы посмотреть другую историю вам надо прийти еще раз на это все так или соответственно пройти заново это все «Может, тебе принесли какие-то еще картинки были?» Ну да, помимо того, что ходит водкой еще лес «Там вы ходите по лесу, здесь же есть медивень, потом сено, потом настоящие гуси» «То есть вы погружаетесь во все наши русские забавы и очень иностранцы это любят». А в конце переясните пожалуйста для русских это посыл такой, что дворянство и соответственно современная богема идет вот такой образ жизни разрушительный вот примерно вот такой вот и интересно то, что это развлечение это как раз для богемы потому что тоже билеты дорогие там от 5000 и дальше до 15 и они вот не ходят туда тусоваться там ходят шоу-бизнес и там и собчак все подряд ходят и вот они сначала там пляшут все эти хороводы водят но а подскудно не знаю понимают или не понимают что это вот они собственно так живут можно дальше это как раз спектакль больше упоминающий квест только с более театрализованной это вот команда квестов как раз по устрофобия всероссийская они создали проект Москва 2048 где Москва власти глобальной капострофы и вот зрителям это все приходит на заводе там выстренные декорации надо как-то сближать этого апокалипсиса там зрители в капюшонах разбиваются на команды и документы задали ну это практически крест только более разнообразной такой соответственно много денег стоит можно дальше спектакли спектакли бродилки зрители покидали какое-то пространство заданное замкнутое и декорациями становится сам город или какая-то локация куда их приводит вот очень популярный спектакль ремонт Москва создала немецкая компания театральный ремнии протокол они специализируются как раз на спектакле в бродилках они придумывают вот допустим дают людям наушники записывается в какой-то текст и люди идут по городу как им диктуют куда идти куда поехать что происходит и они как бы смотрят сюжеты вокруг себя чувствуя что драматургия она вот в городе находится рассказывает там какую-то историю и вот такое вовлечение когда становятся декорациями и случайные люди которых они видят и оператор реагирует на то кого они проходят мимо где они находятся и описывает им что-то говорят какие-то задания и вот это тоже такая интересная штука когда город становится весь город становится декорацией и дальше можно там еще один подобный спектакль тоже сделал театр док все лот лесовский тоже сегодня такой скандальный деятель театральный который правда придумывает проекты и они говорят о том что как раз самое интересное в театре это те люди которые не знают что они в театре но на самом деле они в театре то есть это невольно видят представление там есть группа актеров которые за которыми ходят зрители тоже в этом городе в Москве конкретно в городе они сами не знают каждый раз маршрут меняется они ходят по каким-то локациям по метро по каким-то магазинам гумам набережным каким-то элитным районам и везде читают какие-то произведения там у них и Сартер и Ницше они какие-то отрывки зачитывают и современные драматурги и Сорокины и так далее и здесь самое интересное как реагируют люди которые собственно не знают что это спектакль какое-то представление и реакции очень разные там где-то их побили бомжи какие-то где-то их выгнали просто где-то люди заинтересованно тоже смотрят слушают что происходит ну такое вторжение искусства в реальность давайте дальше то у нас уже часа прошло когда мы очень быстро про интерпретацию классики поговорим это как раз самая больная тема сегодня на которую зрительные более резко реагируют что когда люди привыкшие к определенным темам почему классика потому что классика для нас это проводник в какие-то смыслы для нас всех что-то значит Чехов для нас всех что-то значит Бостоевский Пушкин Шекспир и так далее и когда мы видим то что совсем несоответствую с нашим пониманием нашей классики тогда у нас возникает естественно конфликт мы негодуем как так можно они даже не Чехов даже не Кушков и вот на этом играют многие режиссеры и для них очень важен как раз наш контекст это игра с нашим восприятием поэтому классика поэтому они очень любят ставить классику чтобы высказать свое понимание классики и задеть наше потому что у нас всегда есть за спиной свое понимание и здесь есть несколько способов методов которым пользуются режиссеры есть например метод когда внешне спектакль очень похож на классический то есть например вот так и Льва Додина Маландрова Три сестры здесь костюмы соблюдены так или иначе того времени хотя они стилизованы естественно но там расставлены акценты так что Три сестры они не такие чеховские мечтательницы а это как раз женщины деятельные они постоянно в поиске любви причем такой любви конкретной любви даже физической и вот все их разговоры там текст кстати не изменен совершенно это очень важно что здесь и костюм и текст сохранен но высказано очень резко и Ирина которая играет Лиза Боярская младшая сестра она как раз самая такая этот монолог что надо трудиться там что я не могу встать 11 дня и одеваться как женщина как долго как женщина все крик любви что я не могу встать 11 часов нелюбимая что мне нужен мужчина и она все три женщины находятся в положении более сильном чем мужчина мужчины не играют более слабую роль но это соответственно отношение режиссера к сегодняшнему дню когда женщины более становятся хронистическими когда они выполняют угловенствующую роль и не могут опереться на мужчин как на сильное плечо можно дальше и таким образом прочтение взрывает черновский текст внутри но он не смыслный режиссер Лев Фаренбург это режиссер который любит очень подробности физически у него все спектакли наполнены физиологизмом и одно дело когда в грозе допустим объясняется в любви на берегу и это все романтично другое дело когда постоянно писают хомары и актер приходит хлопать потом все намокает и мокрая одежда физиологизм он сбивает весь панк происходящего и мы видим текст не возвышенный таким объяснением в любви а видим конкретных людей у которых очень много проблем физических в смысле и это приобретает какую-то сочность живость можно так сказать хотя тоже текст не изменен и собственно ничего тут ну и костюмы так приближен вот здесь он тоже любит подноженных женщин таких чтобы было тело на сцене может быть дальше да это вот тоже грозало там человек мыли был есть способ интерпретации классики когда режиссеры просят перевести заново допустим классический текст и сейчас Шекспир он просит делать потому что каждая эпоха она имеет свой язык или например срочной множестве переводов от короля Лилии Бутусова собрано много переводов Шекспира и таким образом язык сценически получился более живым и мы не чувствуем вот этой дистанции допустим когда текст от нас очень далек мы чувствуем что это разговорная тонация текст как-то оживляется по-моему Райкин там замечательно играет можно дальше Константин Богомолов это один тоже сегодня из скандальных режиссеров каждый его спецапия сегодня это большой скандал потому что по образованию чиновок и он очень много читал он вроде бы образованный человек но он говорит я вижу вот классику так так как я ее вижу я не собираюсь пересказывать то что говорил автор со своими словами мне важно свои отношения и все сюжеты о мягом мужчине современность он очень часто дописывает какие-то ремарки вставляет в текст спектаклей песенки какие-то милиционеры в мухи летают и вот это сознание постмодернистского человека когда ценности у него нет иерархии ценностей допустим там божественное потом человеческое это когда рядом Христос там шнурки мухи и дальше дьявол так правильно все вместе и вот этот у него холаж получает постоянный который взрывает театральное пространство Москвы и все спорят гениальное это и бездарное вообще-то не целяет и так далее вот Карамадов Карамадов это судно значит у нас там происходит на сцене и ремарки Богомолова типа знаменитенько допрошен скотским следствием или там ну там много ремарок давайте дальше не успеваем ну вот Богомолов сам проект своих спектаклей не стесняется и говорит что актер собственно не обязательно ничего переживать у него восприятие театра как сновидение потому что все равно актеры не живут на сцене это неправда что актеры живут мы же не умираем там и не умирают актер должен рассказать спектакль как будто он видел сон и он его пересказывает очень простым языком поэтому сам очень любит играть на сцене говорит очень просто без интонации у него актеры тоже актеры играют хорошие Богомолы им наверное это интересно как эксперимент потому ну как-то выбиться вот из этой системы психологического театра есть способ когда берется какая-то одна грань классики например вот Максим Диденко тот же который создал там проект черный русский сделала спектакль одну яркую черту это клоннады она решила него как клоннады спектакль вышкина играет ингиборг и дубку майкл там висит наверху ну это вот такая ассоциация по идиоту можно дальше князь Константина Богомолова Анастасия Филипповна здесь Богомолов выбрала одну черту он сказал что Достоевску очень важна тема поруганного детства поэтому у него там тема ну они говорят что это гимнопедофилия что они очень педалируются как раз взаимоотношения с детьми Анастасия Филипповна стоит постоянно в коренях изображает летнюю девочку говорит таким няняняня таким голосом все весь спектакль говорит мне это ужасно раздражает конечно весь спектакль это слышит но к тому же все хотят там ей обладать это Робожин исполнение из Бруева который разбирает ее для собственных тех и так далее там много такого дальше Богаковов там за неделю до премьеры снял актера с роли с главной и играет князя Мышкина сам и в общем радует цепь хотя сняли через полгода потому что он перестал говорить науш ну вот видимо чем-то чем-то не понравилось да можно дальше Андрей Желдов тоже в канале украинский режиссер он поставил свое видение трех сестер когда на сцене Александринского театра три сестры в 4 015 году воскресают вот они там должны воскреснуть они ничего не помнят там заливают память память о том что с ними происходило это как бы текст им вливать текст от Чехова и там начинается чего там только нет там и инцесты и ЛГБТ и голые и не голые и насилия ну Желдов он очень смотрит в сторону европейского театра а сегодня в европейском театре три очень актуальные темы это как раз тема инцеста и тема ЛГБТ и тема насилия в семье поэтому он все это туда в спектакль вносит стараясь это как-то обосновать ну мне кажется не думается несобравно это в данном случае или нет европейский театр это волнует потому что они это видят ну у них это социальные проблемы в основном и очень много пишется пьес современных на тему вот каких-то взаимоотношений в семье что там отец с дочерью или там мать с сыном или там нетрадиционных наши это все у них проговаривается но наши предпочитают это вносить в классику потому что ну так лучше дойдет до зрителей видимо да можно дальше Гамлет ну мы это пропустим давайте мы поговорим лучше подальше об европейском тоже интересно мировом так так литкалаш поставил европейский режиссер лепаж французский вот он как раз попытался сделать форму о европейском театре немножко совсем поговорю о европейском театре сегодня на первый план выходит визуальный театр они пытаются через форму через звуки через музыку через свет через движение передать эмоциональное состояние им как таковой сюжет не важен им важно ощущение которое он вызывает какие-то ассоциации какие-то метафоры поэтому там очень много красивого очень много движений и европейцы надо сказать очень давно свое тело используют для постановки перформансов они практически идеально владели они уже телесные учили просто все это у русских телесное всегда уже дух и тело всегда противопоставлено поэтому когда появляется тело на сцене там внаженное это как-то нам всегда некрасиво там уже мы не умеем это используют и это почему-то выглядит грубо и пошло когда этим пользуются европейцы они совершенствовав свое бланение своим телом выглядят не пошло а как эстетический какой-то акт и поэтому здесь было очень много формул даже в данной теколаже это тоже такой текст там один исполнитель Миронов играет все роли женские и мужские и там была сделана форма красивого куба который постоянно вращался гипертный победа Миронов в танке и учился и не проходил в сцену но Лепаш попросил от него чтобы он играл по европейской системе остранения то есть он не проживал этих персонажей рассказывал о них но вот здесь как раз конфликт возник что Миронов привержен школу русского русского психологического театра и он очень глубокий артист и он не смог я думаю что конфликт возник в том что форма и содержание вошли в какое-то неправильное взаимодействие и Миронов пытался всех прожить всех этих персонажей вот можно дальше и как это у нас театр ДОК она тут как раз про тело что в театре ДОК устали от всех интерпретаций и у них такой проект молчание классики где они выбирают какое-то произведение и на сцене не произносится ни одного слова идет на проекте идет текст произведения а актеры совершают какое-то конфликт действие это вот Вакханкинг по юрпиду там все актеры играют голые и вот можно дальше еще посмотреть на следующий слайд и вот многие говорят что это выглядит довольно грубо видимо не сильно вот эта вот культура тело освоено то есть просто у нас разделились женщины и вышли на сцену и это уже как-то вызывает не такое впечатление когда бы это был сделан перфоманс там в европейском театре где показана вот красота какая-то гармония вот они пришли просто разделись стали водить хороводы можно дальше как раз одним из таких важных режиссеров который занимается визуальным театром очень популярным сегодня Ромео Кустолуччи на спектакле Инферно был показан на фестивале и там декорацией служил папский дворец огромный средневековый и вот там чего только не было как раз на спектакле там начиналось с того что Ромео мы можем посмотреть немножко вот начинается металл с того что выходит режиссер говорит меня завтра она кустолучи он надевает на себя костюм дрессировщика и на него выпускают собаки которые его разрывают и соответственно достаточно жуткое впечатление потому что кажется что сейчас собаки съедят его лицо допустим которое незащищённое может быть они конечно дамы надрессированы но довольно страшно это всё выглядит потом человек после этого может полуважённый человек лезет на этот папский дворец очень долго это делает и подробно и когда я смотрела спектакль я думала что что же я думала что он поставлен по мотивам дантовской божественной комедии я пыталась совместить все эти детали потому что как раз у нас как я уже говорила литература смыслоцентрично я думала что происходит что там отдан может быть эти собаки это потом там было очень много людей которые начинали убивать друг друга ну наверное это какие-то грехи круг ада ну в общем так это можно себе придумать какое-то объяснение но настолько реально потому что когда ты лучше спрашиваешь ну вот зачем вы здесь делаете что всех убивают не зачем просто я так подумала что так нам и делали и зачем у нас выходит белая лошадь на сцену я об этом тоже не думала я думаю что мне нужна белая лошадь и она собственно выходит и потом на самом деле конечно он лукавит что он имел в виду он конечно что-то имел в виду и заиграл его под сознание но это вот он намеренно отказывается объяснять свое творчество и вот и вот потом на зрители на весь зрительный зал опускается вот эта пелена и естественно я думаю это надо не быть и Ева да которая покрывает все а он говорит ну нет это просто белая тряпка которая опускается на людей ну конечно это метафоры ну вот решим отказываться их объяснять в отличие от российских режиссеров которые постоянно пытаются рефлексировать и объяснять почему они выбирают автора что происходит вот визуальный театр он такой основной эмоцией либо ты чувствуешь либо ты не чувствуешь ты сначала почувствуешь а потом с тобой что-то начинает происходить а не наоборот сначала ты понял что с тобой происходит а потом ты что-то чувствуешь от этого Вот в конце там сгорает рояль, выходит Энди Морхл и аплодирует зал. Кто бы это могло значить, я думаю, это Люцифер, который замечает все эти круги ада в конце 20-го века и говорит зрителям, что вы тоже уже на пороге, что ад уже здесь и так далее. Но это только мои домыслы, что имелось бы к стеночке, это неизвестно, и здесь, скорее всего, главное почувствовать и не понять, что происходит. Вот, ну я думаю, что на этом я закончу свою новую лекцию и хотела бы слышать что-то от вас и, может быть, вопрос, да? Вопрос, наверное, не сгорите, не сгорите, не сгорите, не сгорите, не сгорите, не сгорите, но сгорите, да? Но все-таки, с вашей личной точки зрения, это какая-то новая горшина в театре или это просто деградация? Мое личное мнение, что в театре не бывает деградации и в культуре вообще не бывает деградации и все разговоры о том, что наша культура падает в пропасть, по-моему, не правомерно, потому что культура это всегда путь и она всегда развивается. Всегда говорят, что уже, наверное, сто лет говорят, что театр умирает и что там все ужасно. Потому что начало 20 века точно такая ситуация была. Все сказали, какой ужас происходит на сцене, что он уже где русский театр, почему он умер. Так же и сегодня. Русский театр не может умереть, пока играются спектакли в России на русской сцене. И я думаю, что это развитие планомерное. Все эти эксперименты постмодернистские, они естественные. Мы же не успели, как европейцы, допустим, прожить очень многие моменты. Мы не прожили практически абсурд, там, сюрреализм. И для нас, мы очень быстро социализмом проскочили это все, и теперь у нас идет какая-то реакция, мне кажется, в России. И поэтому мы этим постмодернизмом еще каким-то, нам не хватает этого выплеска, и мы объедимся очень скоро, я думаю. И наступит новый период, мне кажется, этот период наступит как раз обращение назад к каким-то другим, может быть, к традиционному психологическому театру, и мы откатимся туда и будем там жить, что-то искать. Это постоянный поиск. И ведь наравне вот с этим поиском существует много режиссеров, которые идут по традиционной схеме, показывают хорошие спектакли в русле классического традиционного театра. Поэтому ничего такого страшного не происходит, на мой взгляд. Это происходят какие-то бурления в театре, и чем больше они бурлят, тем лучше, тем о культуре говорят, значит, что-то значит театр, современная жизнь. Ну, вот это мое личное мнение такое. АПЛОДИСМЕНТЫ